Четвертая волна коронавируса в Беларуси. Все больше отделений в больницах перепрофилирует под ковидные. Поликлиники перешли на усиленный режим работы. Медики отмечают, инфекция значительно помолодела. За сутки по стране плюс 1955 пациентов с COVID-19 выписаны 1469. И, как заверяют специалисты, тяжелые пациенты, те, кто не привит. Пункты для вакцинации работают во всех регионах страны, как стационарные, так и мобильные. Об антивирусных мерах продолжит Николай Скинтиян. Анатолий живет в Киеве, но иммунизацию от коронавируса решил пройти в Беларуси. Сделал уже две прививки спутникам. Считает, что российская вакцина самая эффективная. На родине она недоступна. Поэтому приехал в Гомель. Регистрация была несложная. Процедура довольно простая. Просто позвонили, сказали на какое время и день нам удобно. Собственно говоря, и все. И никаких проблем. На базе Гомельской центрально-городской клинической поликлиники уже вакцинировано у нас 104 иностранных гражданина. Вакцинация для иностранных граждан на платной основе проводится. Для жителей нашей страны вакцинация бесплатная. В Гомеле от COVID-19 привились уже более 175 тысяч человек. Это почти 40% населения города. Препаратов достаточно. В центральной городской поликлинике на выбор граждан. Китайский вироцелл, а также два варианта российского спутника. Для вакцинации поликлиника получила партию «Спутник Лайт». Это облегченный вариант российской вакцины. Прививка делается всего раз. «Спутник Лайт» идеально подходит молодежи и людям с ослабленным иммунитетом. Сейчас поликлиники перешли на усиленный режим работы. Пациентов с температурой принимают в красной зоне. Ограничена выдача медицинских справок. Открылись дополнительные колл-центры. Поликлиника, слушаю вас. Также у нас выделено определенное время для прохождения флюорографического обследования пациентам с признаками ОРВИ. И также у нас выделено определенное время в КТ-кабинете. Пациентам с признаками ОРВИ и повышением температуры мы рекомендуем вызывать врача на дом. Количество вызовов на дом увеличивается. На помощь пациентам с высокой температурой приезжают мобильные бригады медиков. Только в Минске за день они объезжают десятки адресов. Первые во вторую волну работали. Все точно так же повторяется сейчас. Хотелось бы, конечно, чтобы люди одевали маски. А еще, чтобы прививались. В столице получить эффективную защиту от COVID-19 можно в стационарных и мобильных пунктах вакцинации. В том числе прямо на предприятиях. Привиться можно даже в метро и торговых центрах. Перед процедурой пациента обязательно проконсультируют врач. Измерят давление и температуру. Чем больше людей пройдут иммунизацию, тем быстрее выработается так называемый коллективный иммунитет. Несмотря на то, что ежедневно в городе Минске вакцинируется не менее 4000 минчан первым компонентом вакцины, охват вакцинации на сегодняшний день составляет порядка 23,5%. Однако я хочу напомнить, что для достижения нашей коллективной защиты необходимо вакцинации не менее 60% граждан. А в отдельных контингентах, группах риска даже до 75%. Привиты уже дважды. Также и свои родственники, родные, близкие. Можно вакцинироваться и нужно вакцинироваться. Потому что мы же ведь все от друга зависим. И некоторые не понимают. И вот я не хочу, а рядом хожу и пусть другие болеют. Прививки надо сделать. Вот я сделал всей семьей прививки. И я вам скажу, я целый здоров. И на свидание еще могу ходить. Привиться теперь могут беременные и кормящие женщины. Минздрав утвердил для них порядок вакцинации. Обязательное условие – отсутствие противопоказаний к прививке.